Денис, приветствую тебя! Привет-привет! Очередное видео, фундаментальный технический анализ, комплексный взгляд на то, что на финансовых рынках происходит. Стараемся, друзья, помочь вам в принятии инвесторешений и очень надеемся на то, что вы используете эту поддержку аналитическую и, разумеется, торгуете вместе с нами, делаете все возможное, чтобы увеличивать ваши депозиты. Денис, как тебе, кстати, движение на британской валюте? Я думаю, то, что фунту точно можно будет досрочно в рамках этой недели отдать статус самого гиперволатильного актива рынка Форекс, потому что начали мы неделю с падения там на 200 пунктов, потом за одну торговую сессию рост на 200 пунктов. И, опять же, я не буду браться, опять же, сейчас комментировать ситуацию относительно того, что с ним может произойти дальше. Но мне почему-то кажется, что он также легко может дать и обратно эти 200 небольшим пунктов. Для валюты уже ничему не удивлюсь, если честно. Ты, кстати, работаешь сейчас с этим активом? Да, я фунт еще вчера покупал на 1.2910. Слушай, ну прям супер. Супер. Это прям по текущим, если сравнивать, у тебя уже профит больше фигуры. Красавчик. Молодец. Ну, практически фигура. Так, ну что, давай тогда поговорим о том, что в моменте есть интересного на рынках. Да, конечно. Поскольку уже ранее с тобой определили, что если хочется иметь общее представление о том, что на рынках творится, смотрите за индексом американской валюты, потому что индекс доллара может дать довольно много подсказок касательно поведения рисковых инструментов. Ну, всех тех, кто котируется против него. В данном случае индекс американской валюты котируется у нас на отметке 93.54. Но, опять же, друзья, если вас интересует, как с этим активом можно работать дальше, я бы все же сейчас не отказывался от ставки, которая была сделана раньше. Это ставка на снижение, потому что все, что мы в качестве аргументации использовали до, опять же, сегодняшнего эфира, это надежда и ожидание новых мер экономической поддержки США. Это фон, который только грядет. Он будет, может быть, какое-то подобие программы финансирования до помощи. Одобрит Конгресс еще до выборов на несколько сотен миллиардов долларов. Ну, конечно же, основной массив вот этой помощи придет, скорее всего, уже после того, как мы точно узнаем, кто въедет в Белый дом. То есть после выборов. Поэтому, в целом, взгляд на слабость доллара и на рост фондового рынка из-за ожидания вот этой поддержки и финансовой помощи, это как раз такой мощный стержневой фундамент, который на долгосрок должен удерживать вас, друзья, в коротких позициях по доллару и, разумеется, в покупках по фондовым индексам. Какосрочная ситуация может меняться, но долгосрочная, я думаю, то, что эта тенденция пока будет выдерживаться. Вот, кстати, про фондовый рынок. Сейчас мы видим, к линии локальной тренда приближается S&P, в частности… Включи показ рабочего стола. Так, момент. Сейчас. Так, уже должно было пойти. Как раз сейчас S&P на экране в терминале котировки 3459 пунктов. Я думаю, то, что коррекция локальная, она еще немножечко продлится. Ну, немножечко, совсем чуть-чуть. Вот уровень 3450 вполне возможно станет разворотным. Особенно, если вспомнить немного смягченную риторику власти США. Опять же, вчера прошел очередные переговоры с Пелоси, с Мнучиным. Пулуарные обсуждают эти пакеты фискальных стимулов. Уж не знаю, сколько им нужно времени потратить, чтобы осознать необходимость выделения этих средств для того, чтобы поддержать экономику в условиях второй волны пандемии. Но мы видим то, что они главные новостные спекулянты сейчас и заставляют нервничать всех на финансовых рынках, потому что появляются положительные новости по стимулам, рынок начинает расти. Появляются негативные новости о том, что в согласовании пакета затягивается рынок, начинает идти вниз. Поскольку все-таки вот быстрой победы не получилось, средства никак не хотят выделять до президентских выборов, мы видим вот эту локальную коррекцию, которая началась по S&P с отметки 3.500. В принципе, такая же динамика, характерная для NASDAQ и для Dow Jones. Но я, опять же, если смотреть на короткосрок и рисковать, друзья, может быть, опять же, отбой через отложку buy limit с уровня 3.450. Это как раз тот самый ордер, который может впоследствии перерасти в восходящий тренд и принести очень хороший профит. Если вы готовы сейчас локально против такого же локального тренда нисходящего пойти, рискуете. Если вы считаете то, что до ноябрьских выборов все-таки вообще не будет ни копейки, скажем так, ни цента, ни доллара выделены властями США, то моя вам рекомендация – не лезть пока, не открывать новые позиции в фондовом рынке. То есть дождаться, может быть, более глубокой коррекции и уже впоследствии покупать. Но это, опять же, для тех, кто торгует на средний долгосрок. Колькосрочно, друзья, вот, пожалуйста, уровень 3.450 можно откупать в расчете на дальнейший рост. Что касается рынка нефти, я давно рекомендовал, в принципе, его покупать. Сначала была ближайшая цель на отметке 43.50, но я почти уверен в том, что мы сможем добраться до 45 долларов за баррель. По новостному фону, позитивному для рынка нефти – это последние доклады Международного нефтического агентства, доклады ОПЕК, где в целом были улучшены прогнозы спроса на углеводородов. Также я хочу отметить, что я по-прежнему делаю сталкивание на снижение курса американской валюты. И, разумеется, распродажа доллара – это фактор поддержки для всего, что имеет отношение к среднему активу. То есть, чем дешевле доллар, тем более привлекательнее становится нефть для держателей в других валютах. Сегодня, кстати, выйдут данные по запасам. В 18.00 по московскому времени накануне американский институт нефти показал то, что запасы снизились. Это позитивный фактор для котировок. Даже на текущем таймфрейме можно увидеть, как этот отчет стал причиной теста локальных максимумов. Сегодня ситуация может повториться. Тоже по прогнозам запасы снизятся. И при снижении запасов, конечно же, есть очень высокая вероятность разворота котировок и уже ухода выше отметки 43.50. Поэтому сегодня я предлагаю тоже действовать для тех, кто раньше не заходил в позиции по рынку нефти через отложку байлимита с уровня 42.50. И выкупать уже в расчете на локальный переход. И моя средняя-долгосрочная цель – это 45 долларов за баррель. Денис, слово тебе передаю. Так, слово взял. Сейчас сделаю показ рабочего стола. Отлично, экранчик должен быть виден. Итак, касательно индекса S&P500, я полностью поддерживаю твою идею касательно его роста. Да, действительно, вероятность этого варианта развития событий крайне высока. Тем более, что еще до сих пор даже не протестировали максимумы текущего года. Касательность пакета стимулирования экономики, то я более чем склонен к варианту, что все-таки полноценно одобрят и введут уже после выборов. Потому что сейчас достаточно большая неопределенность. Всего лишь две недели осталось до выборов. И, следовательно, многие инвесторы занимают выжидательные позиции. То есть, кто все-таки победит. И дальше, в зависимости от этого, будут продвигать свою программу, сами кандидаты. И, следовательно, у нас отреагируют рынок. В принципе, октябрь практически всегда считается негативный месяц для фондовых рынков. То есть, если посмотреть исторически на выборы, которые проходили, то октябрь практически всегда падающий был. И ноябрь-декабрь, как правило, уже взрывной рост формируется. Поэтому я думаю, что этот год вряд ли станет исключением. Хоть он, конечно, и уникален по своей природе. 2020 год, все мы это знаем, понимаем. Но, тем не менее, думаю, вряд ли он исключением будет. Так что, да, коррекция продолжится. Единственное, только я подкорректирую уровни. Дело в том, что я чисто максимально технически пробовал смотреть. И у меня получается, что диапазон где-то в районе 3.385-3.420. Это наиболее сильная область. Почему? Потому что сюда попадают и локальные уровни поддержки. Сюда попадает недельное накопление. Сюда попадает предыдущее значение ДПОКа тоже. Это месячный именно у меня ДПОК настроен. Поэтому, если все это вместе суммировать, ну, плюс еще опорный объем декабрьского контракта, то получается, что вот эта область наиболее сильная. Я лично лимитку поставил на 3.400. То есть, ну, это на всякий случай, если вдруг попытается еще глубже протолкнуть цену, а потом откупить. Потому что, в принципе, ложняки – это сейчас на текущем рынке буквально сплошь и рядом происходит. Поэтому я за рост, но после вот этой коррекции. Я, в принципе, в начале недели еще эту коррекцию ждал. И вот, собственно, дождались. Думаю, что она, скорее, краткосрочный характер, какого-то серьезного обвала. Ну, я лично не жду. Может, конечно, я ошибаюсь, но сейчас пока что, даже судя по объемам, я не вижу каких-то мощных прям триггеров для того, чтобы фондовый рынок сейчас США упал. На данный момент пока этого не вижу. Касательно нефти, в принципе, я тоже сам говорил и в прошлый раз с тобой, вот во вторник, позавчера, когда мы встречались. В принципе, движение вверх у нас в приоритете, оно как было, так и остается. Было сделано крупное перекрытие. То есть вот у нас левый сегмент был, его перекрыли вверх, сформировали правый сегмент, сделали плюс еще внутреннее небольшое накопление с недельным крупным накоплением. То есть проторговка крупная у нас сделана тоже здесь. Поэтому я считаю, что к этим объемам могут откатить в рамках сегодня-завтра. Возможно, кстати, на запасах по нефти сделают сюда добой и потом разворот. А в целом, так как у меня это нефть марки VTI, то я склоняюсь к варианту, что добой действительно вверх будет и будет где-то хотя бы в район примерно 42. То есть далеко я пока не загадываю, хотя бы на 42, а потом уже, соответственно, буду смотреть повыше уже к 44. Ну, пока вот в таком виде. Единственное, что у меня лично больше всего вызывает вопросов, это вот индекс доллара. Потому что по индексу баксов, да, нисходящее движение в приоритете. Но вот эти вот постоянные коррекции, откаты, такая вот пила, честно, ну, меня уже немножко раздражает это движение. Как бы фондовый рынок гораздо адекватнее в этом плане движется. Валютные же котировки, вот, бывает, как войдут во флет, хотя, в принципе, валютка – это один сплошной флет, потому что центробанки задают определенные коридоры движения. И вот, собственно, мы видим, да, как все это происходит уже весьма долго и нудно. Вот, но я все равно склоняюсь к варианту, что нисходящее движение будет приоритетно. Единственное, в момент могут попробовать еще сделать небольшой ложный перехай, а потом уже двинуть вниз. Во всяком случае, это очень неплохо коррелирует с фондовым рынком. То есть здесь добой вниз, разворот ковер, следовательно, по индексу баксов могут сделать добой вверх и потом разворот вниз. То есть, по сути, зеркальное отображение. Ну, а нефть, она сама по себе, в принципе, плевать, она хотела как на индексы S&P 500, так и на доллар США. У нее своя игра, поэтому, собственно, будем ждать. Вот с этой области видно раз, два и три, три недельных ключевых накопления сделаны, поэтому отсюда буду ждать вверх. Поэтому я, как и ты, тоже за лонги. Денис, спасибо тебе за твою точку зрения. Ну что ж, осталось только посмотреть, как неделя закроется. Тебе, безусловно, профильных трейдов. Удачи тебе с фондом. Сегодня же стартует саммит ЕС, и там будут уже резюмировать, о чем договорились, либо не договорились, касательно сделки о Brexit. Поэтому, конечно же, попутного ветра тебе во все паруса, тренда, чтобы фонд улетел гораздо выше отметки 1.30. Поделось бы, да. Может быть, там у тебя уровни какие-то целевые есть, там 1.32, 1.33. Короче, Денис, с учетом той волатильности фонд может показать вообще любое движение, и никто даже не удивится. Ну и классных выходных. Увидимся мы с тобой уже на следующей неделе, получается, во вторник. Снова поговорим об этих уже надоевших всем фискальных стимулах в Штатах. Может быть, будет что-то интересное. Спасибо тебе, Денис. Поэтому желаю тебе тоже отличных выходных и до вторника. Спасибо. Пока-пока.